Добрый день, дорогие телезрители! Это программа Карачаева Черкесия онлайн и в студии ведущие Екатерина Иванова и Виталий Карчин. О самых главных событиях дня, о том, чем живет Карачаева Черкесия сегодня, мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы позвонив по номеру 8 800 775 03 24. А начинает наш эфир традиционно дайджест новостей. Новый современный комфортабельный детский сад на 80 мест построен к декабрю 2020 года в ауле Эльбурга на Базинского района Карачаева Черкесии. Проект по строительству современного детского сада в рамках программы развития образования КЧР по поручению главы Республики Рашида Тимрезова будет реализован в ближайшее время. Площадь детского сада составит более 1300 квадратных метров. Здание будет состоять из трех секций. Одноэтажные боковые секции и двухэтажная центральная. В новом детском саду будут предусмотрены две детские и две ясельные группы по 20 детей в каждом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для безопасности местных жителей на спортплощадке установлено специальное антитравматическое покрытие. Спортивный объект предназначен для занятий в любое время года. Ранее подобные площадки открыли в селе Кастахи-Тагурово, в ауле Хабес и в ауле Иконхалк. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Прикубанском районе КЧР сотрудниками правоохранительных органов выявлен факт фиктивной постановки на учет граждан ближнего зарубежья. Согласно полученной информации, 17 ноября сотрудниками ОМВД России по Прикубанскому району выявлен факт нарушения миграционного законодательства, совершенный 52-летней жительницей селения Чапаевское. Оказалось, что женщина незаконно зарегистрировала по месту своего жительства двух граждан Республики Узбекистан. А вот предоставлять жилье для их приживания она не собиралась. По данному факту принимается соответствующее процессуальное решение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из показателей эффективности работы Республиканского перинатального центра – уровень младенческой смертности – достиг исторического минимума и составил 3 промилле. За 9 месяцев текущего года в больнице появилось на свет на 70 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перинатальный центр в Черкесске отвечает всем современным требованиям. Его деятельность призвана улучшить демографическую ситуацию в регионе. На базе перинатального центра действует Республиканская многопрофильная детская больница, строительство которой стало большим прорывом для региона, не имевшего ранее аналогичного медучреждения. В центре открыт новый корпус с операционным блоком, современным лабораторным комплексом для бактериологических и ПЦР-исследований. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимательно относиться к людям с ограниченными возможностями здоровья призвали организаторы социальной акции «Белая трость» в Адыгихабльском районе. Акцию провели работники библиотечного пункта по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья районной библиотеки совместно с отделом культуры администрации района. Они рассказали жителям об истории рождения «Белой трости» и призывали жителей села быть внимательнее к тем, кто имеет ограниченные возможности здоровья, кто нуждается в поддержке и понимании. Заключительным этапом акции стала раздача буклетов и листовок жителям района. Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество больных с тяжелыми пороками зрения неуклонно растет во всем мире и сегодня достигает более 400 миллионов человек. Из них почти 16 тысяч – это дети. А мы переходим к главной теме программы. Благотворительный фонд «Жар птицы» запустил в Карачаево-Черкесии марафон сострадания в поддержку детских домов республики, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с тяжелыми заболеваниями. Цель акции – помощь детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, вне зависимости от диагноза, возраста, социального положения, родителей, культурной и этнической принадлежности. Население республики не остается равнодушным. Практически каждый житель вносит свою лепту и оказывает помощь в зависимости от возможностей и также прилагает все свои усилия крупные меценаты, которые вносят существенный вклад. К слову, благотворительный фонд планирует и строительство спортивной площадки на территории детского дома. Также будет организована помощь нуждающимся пациентам, окончившим больничное лечение в приобретении лекарств на дальнейшую реабилитацию. Подробнее об акции, ее задачах и первых итогах сборов мы поговорим с Байкуловым Хаджимуратом, председателем Карачаева-Черкесской благотворительной организации «Жар птица» и руководителем Государственного республиканского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства, Савенко Татьяна. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Знаете, всегда, когда мы начинаем разговор про благотворительность, это, с одной стороны, очень приятная тема для разговора, с другой стороны, казалось бы, очень грустно, потому что все-таки приходится помогать и особенно детям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Хочется, конечно, спросить о том, почему решились второй раз провести такой марафон, потому что в прошлом году все равно это было непросто и сложно. Ну, в прошлом году было непросто и сложно, потому что была первый раз. Но не комом. Да, не комом. У нас участвовало в первом марафоне более 70 предприятий различных форм собственности, школы, детские сады, государственные учреждения, медучреждения, по всей республике. Это немало для нашей республики. В этом году уже второй. Он у нас начнется только 23 числа официально запускается, в субботу. Но сейчас уже вот недели две, как постоянно все звонят и спрашивают, что мы можем сделать, как сделать. Потому что уже эта работа идет уже, ну, с месяц точно она идет. То есть практически вот оставшиеся впечатления от прошлого года перенеслось на этот год, и все уже сразу включились в работу. Доверие больше стало. Это мы видим. Доверие больше к нам. Доверие от населения? От населения, от учреждений. Нам доверие больше. Потому что увидели нашу работу, увидели, что мы сделали в прошлом году. В этом году уже проще с людьми разговаривать. Проще донести им наши потребности. Ну, расскажите вот вашу историю знакомства. Потому что я так понимаю, то, что сегодня вы пришли вдвоем, это значит, что в прошлом году как раз-таки сработали, что называется. История простая. Мы открыли фонд, пошли в детский дом, познакомились, спросили, чем мы можем помочь. И начали потихонечку, по возможности помогать. Все. Какие у вас впечатления вот остались? Да, и мы хотим выразить огромную благодарность, потому что мы действительно почувствовали эту поддержку и помощь. Детки очень радуются, когда приезжают к нам благотворители и гости. Замечательно относятся к этому. И хотят, дети хотят всегда вот этого счастья, чтобы к ним кто-то приехал. А приехал с подарком. Ну конечно, тем более, что подарки в данном случае это не просто какие-то сладости, или зачастую какие-то ненужные игрушки, которые пылятся порой. Нет, ну в том числе. А это и абсолютно необходимые для ежедневного какого-то пребывания, учебы и простой жизнедеятельности ребенка вещи. Если вот вернуться на год назад, как все начиналось, как появилась идея марафона? С чего все начиналось, да, конкретно? Не знаю, не могу точно сказать, откуда она взялась, эта идея, но пришла в голову. Решили сделать марафон. Мы же его как начинали? Сначала на месяц открыли его, тоже 17 ноября в прошлом году. Потом смотрим, не успеваем. Школы звонят, мы не успеваем. Учреждения просят время. Мы еще на месяц продлили. Потом еще на месяц, так, до 1 марта. В этом году мы сразу заложили 3 месяца. Чтоб не было вот этого всего. И всем говорим, в течение 3 месяцев, пожалуйста, участвуйте. То есть это практически Новый год вы захватываете? Да, мы захватываем до 1 марта. То есть до 29 февраля включительно у нас будет марафон. Ничего себе. 3 месяца. Вы прям взяли, я хочу сказать, такой временной промежуток довольно-таки объемный, потому что это и праздники, которые новогодние, рождественские праздники. Это все равно какая-то ответственность тоже, потому что детей никак тут ты не расстроишь под Новый год. Ну, в прошлом году каких итогов удалось добиться? Я же говорю, я уже называл цифру, сколько участвовало. Когда нам говорят, ну сколько вот вы там ботинок, обуви, вещей раздали. Мы считали газелями, мы развозили газелями, потому что ну как мы можем коробку, каждую вещь считать и ложить. А потом, ну как это все? И сколько газелей в итоге? Ну мы, вот, в ваш детский дом привезли газель, в дом малютки газель отвезли. Та невостребованная по детским домам одежда, которая большие размеры, ношенная, но в хорошем состоянии. Мы в Покровскую церковь черкесская дали, тоже полную газель, чтобы они между своими прихожанами распределили. То есть, ну... По всем продам. Невозможно, невозможно, ну как ты посчитаешь количество тетрадей или ручек, которые ты передал. Мы собрали, мы просто распределили по детским учреждениям и раздали. Все. А какая в целом помощь необходима на данный момент? Сколько районов принимало участие? И вот вещи, какие в основном необходимые, какие передаются? Новые или БУ вещи подходят? По районам, если говорить, участвуют все районы. Все районы города. Вот сейчас звонки идут со всех районов города. Участвуют практически все районы. Что касается, что нужно? Нужно все. Те же самые бывшие употребления вещи, но в хорошем состоянии, как я уже сказал. Мы отдадим или малоимущим, или опять же в Покровскую церковь передадим. Мы найдем, кому это передать. То есть мы, когда нам звонят и говорят, а вот если мы вот и дать, мы все возьмем. Все возьмем и все раздадим. Если говорить не о детском доме, хочется затронуть тему дома малютки тоже, наверняка это определенный тоже список вещей. Потому что если детям необходимы, там, не знаю, тетрадки, ручки, то малышам необходимы памперсы, не знаю, там, пеленки, распашенки, гигиенические средства. И все мы прекрасно понимаем, что обеспечить маленького ребенка, новорожденного, гораздо просто дороже, чем обеспечить ребенка, который уже ходит в школу. Несмотря на то, что там тоже целый перечень, список разных необходимых вещей. Тоже вот такие вот вещи направляли в дом малютки? Конечно, вот вы говорите, вот смотрите, то, что в дом малютки, то, что в детский дом идет, идет все одно и то же, за исключением памперсов. Просто туда идут маленькие размеры, сюда идут побольше размеры, то есть по возрастам. В детском доме, на секундочку, со скольки лет детишки пребывают? С четырех. С четырех лет дома малютки, они переходят к нам. Ну, то есть это практически вот цикл вы охватили пребывания ребенка в социальном учреждении. Это не мы охватили, это государство охватило. Это государство так распределило все, а мы... Хорошо, своей помощью. Своей помощью, да. А вот касаемо помощи, вот интересно, какие органы власти оказывают помощь и какую именно помощь они оказывают? Взаимодействие, да. Ну, что в том году, что в этом году нас поддержало правительство республики. Соответственно, было правительством давно поручение профильным министерствам, это министерство образования, министерство здравоохранения, министерство труда и социального развития, которые не остались, конечно, в стороне и нас поддерживают. Они всегда и в том году нам помогали, и в этом году мы чувствуем их помощь. Ну, без их участия практически такой масштаб тяжело сделать, потому что те же самые детские дома, они все подшефны этим учреждениям. Насколько я помню, в прошлом году вы даже собирали целые списки необходимых вещей, чтобы не было такого, да, что, к примеру, там, детскому дому нужен определенный, да, список, ну, там, тетради или ручки или учебники или детская обувь. Но, например, хватает кофт, там, свитеров и тапочек, чтобы не было вот этого раздрая такого, вы собирали целые списки. По этим спискам вот в прошлом году удалось охватить все? Ну, все не охватишь, потому что, ну, есть там позиции, которые те же самые капитальные ремонты, автомобили, техника, ну, технику мы охватили. Чуть позже технику, то, что было в списках, мы оргтехнику смогли купить всем детским домам, то, что бы нам подавали в списках. То есть мы стараемся, в этом году у нас тоже списки есть, мы стараемся. Вы поймите, что вот три месяца у нас пройдет вот эта масштабная акция, да, мы в этом году планируем больше захватить количество участников, мы же на этом не остановимся, мы по этим спискам работаем дальше, работаем в течение года. Чтобы вот напротив всего стояли эти самые заветные галочки. У нас самая масштабная наша мечта, которую мы хотим осуществить, это построить детям в детском доме спортивную многофункциональную площадку на улице. То есть вот как сейчас строят, с мягким покрытием, со всеми делами. Вот это наша мечта, вот в этом направлении мы работаем. Я уверен, что мы это сделаем, только нам нужно время, чтобы найти спонсоров. У нас смета есть, смета для нашего региона не маленькая, но мы хотим сделать один раз, и чтобы она хватила надолго, и чтобы качественно было. А посему есть поддержка крупного бизнеса? Помогает крупный бизнес, предприятие? Помогают. Помогает крупный бизнес, не в тех масштабах, конечно, которые хочется. Мы-то хотим все время большего, мы хотим большей помощи. Ну, я скажу, что в том году было меньше, в этом году уже побольше. Потому что мы обрастаем знакомствами, обрастаем связями. И я уже говорил еще раз, повторюсь, доверие к нам возрастает. Вот по поводу этого тоже хотелось спросить. Все люди прекрасно понимают, что благотворительные акции, благотворительные организации, помощь детям. Но есть, все равно есть люди, которые будут с небольшим недоверием к этому относиться. Или с большим недоверием. Им нужна быть какая-то прозрачность, способ отследить, действительно ли все дошло, все пришло, все ли отдается в тех ли количествах, ничего ли там не идет куда-то в другую сторону. Конечно, мы прозрачно, у нас во всех соцсетях есть свои страницы. Мы в Инстаграме каждый свой шаг выкладываем. Все акции, которые проводятся с нашим участием, с участием. Вот сейчас марафон начался, уже начались акции, мы все это выкладываем. В конце мы, конечно, список всего, что мы куда отдаем. Мы это все, ну, как сейчас принято, фотографируем, выкладываем. Насчет этого по-другому никак не получится. У нас есть еще договор дарения. Такая очень замечательная вещь, да, учреждение. Все официально, да. То есть мы прием-передачи делаем официально. А у людей, у которых есть недоверие, мы всегда их приглашаем к себе. У нас на День защиты открыт, это детей. День защиты детей? Да, да, у нас всегда открыты двери. Мы специально делаем огромное мероприятие, чтобы люди могли приехать и посмотреть, что у нас, чем мы пользуемся, как мы живем, как детки играют и этими же игрушками, которые они подарили. Еще потрясающие концерты показывают. Ой, да, у нас очень замечательные концерты. Мы и вас приглашаем к нам приехать и посмотреть. Вот, поэтому любой человек, который сомневается, я всегда сама приглашаю, говорю, вы приезжайте, посмотрите, как мы живем. И тогда у человека, вот, они просто влюбляются в наших детей и начинают еще больше нам помогать. Ну, доказательство это я могу сказать, что действительно, ни один ребенок, который там не может не вызвать теплые чувства и любовь. И в свое время каждый раз, когда мы туда приезжали со съемочной группой, хотелось пообщаться со всеми. Дело не только в том, что дети начинают играть в каких-то очень хороших и позитивных, да, как, чтобы понравиться. Они просто, а они просто вот ведут себя, как самые настоящие, кто-то хулиганит, кто-то, но все хотят общаться. Это их дом, они живут там? Да. Не на показуху, они живут. Это их семья, да. Татьяна, ну вот мы поговорили о мечте жар-птицы, да, которая существует. А какая мечта есть у, непосредственно, у детского дома? Потому что, я уверена, что есть целый список мечт, но вот самое заветное все-таки. Ну да, у нас наша мечта перешла в мечту жар-птицы. Я хочу это сказать, ну, потому что... И без всяких договоров дарения. Без всяких договоров, да. Почему так получилось? Потому что в первый же день, когда они приехали к нам в гости, я взахлеб говорила, рассказывала, как у нас все замечательно. Какая у нас есть замечательная комната спортивная. Что у нас есть, чего бы нам еще хотелось, как бы мы хотели дальше, чтобы у нас что было. И когда я привела на спортивную площадку, она у нас есть, самодельная. И рассказала, как бы мы... Я мечтала, чтобы у нас была хорошая многофункциональная площадка. Вот. И жар-птицы подхватили эту нашу мечту. И теперь вот они с этой мечтой пытаются ее вдохновить и перенести другим. У нас еще одна есть мечта. Общая. Это автомобиль. Это общая мечта для детского дома. Это прекрасная мечта. Вот вторая, если не первая, потому что детишкам не на чем передвигаться. Вот на тот же самый концерт-открытие, который мы будем делать 23-го числа в филармонии, они попросили, чтобы их привезли. Школьный автобус им выделили. У них нет своего транспорта. И это очень большая проблема для них. В больницу свозить, на процедуры. Детей вывезти, просто вывезти за пределы детского дома, показать тот же самый город. Ну вот, на секундочку, у нас сейчас есть телефонный звонок. Мы вернемся к нашему обсуждению. Давайте узнаем, чем интересуется наш телезритель. Добрый день, вы в студии. Добрый день, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Как правильно помогать детям-сиротам, если они инвалиды? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Вот как можно помочь детям-инвалидам, которые остались без попечения родителей? То есть, оказывается, для им тоже какая-то помощь. Это лучше вы скажете. Ну, у меня дети проживают в основном здоровые. Ну, наверное же, точно так же можно им помочь, как и нашим детям. Обратиться в какой-то благотворительный фонд, обратиться. У нас, по-моему, во всех детских домах двери открыты, и от физического лица мы тоже принимаем благотворительную помощь. То есть, если человек хотел бы сделать что-то от себя, он может в любой момент прийти, допустим, и сделать что-то от себя. Ну, или, в конце концов, насколько я понимаю, можно позвонить в то же Министерство труда и социального развития и узнать по... Ну, если вот человек находится не в республике, вот женщина из Москвы нам позвонила, но, возможно, хотела бы помочь именно детскому дому, социальному учреждению, находящемуся в Карачаево-Черкесии. Можно вот как-то так, да, тоже по связи. И вот есть все эти телефоны, все на сайте, в интернете. В всех детских домах есть сайты. Там все телефоны, которые существуют. Мы точно так же на эти телефоны брали, звонили, приезжали и знакомились. То есть... Найти по телефону не проблема. Главное желание. Главное желание. Просто существует же, вот дом малюки там до 4 лет. Данный детский дом, он до 18. Ну, здесь не инвалиды, здесь другая категория детей. Инвалиды в другом детском доме. То есть здесь просто распределено, где и как. Поэтому найти нужный детский дом, а там уже было бы желание помочь. Вы затронули прекрасную тему, и не отходя от нее далеко, я бы хотела задать вам вопрос. Сегодня мы знаем, что интернет это не только такая благодать для всего человечества, чтобы найти какую-то информацию, быть на связи. Ты можешь любое действие сегодня совершить, не выходя из-за своего компьютера или даже просто будучи с телефоном в руке. Но есть и вторая сторона медали. Это мошенники, которые притворяясь, грубо говоря, тем же там какой-то благотворительной организации или еще что-то. Это наверняка такая боль на сердце у благотворителей, которые все-таки работают честно. И у самих детских учреждений, с помощью которых эти мошенники действуют, вот вы сталкивались с такими действиями, чтобы... Ну вот все мы знаем, что это сегодня существует, что заработать они не кичатся и на детях-сиротах, и на детях-инвалидах, и вообще на всем, на чем угодно. Вот как избежать вот этого, как отличить лжефонд от правильной организации? Информация сейчас доступна. Надо проверять теперь и проверять, прежде чем вы хотите помочь. Зайдите, не поленитесь в интернет, зайдите на страницу в Инстаграм, посмотрите, свяжитесь. Если вы находитесь в городе, съездите, посмотрите, где, кто, как работает. Мошенников много, мошенников хватает. Вы сталкивались вот на своей практике с вот такими вот людьми, которые пытаясь, не знаю, прикрываясь там, например, детским домом заработать? Нет, вот у нас не было такой практики, мы не сталкивались. Мы работали с многими фондами и с Москвой, и с Пятигорском, и вот сейчас работаем с Жарптицей. У нас как бы не было таких ситуаций. Но прежде чем начать работать с кем-то, вы наверняка также проверяете? Да, конечно. Мы обязательно встречаемся, они приезжают к нам в гости. Даже Москва фонд, Виктория, прежде чем начать у нас делать ремонт, они приехали, все осмотрели, посмотрели. Мы познакомились, все это сделали, заключили договора, на основе которых мы начали работу. То есть это было все официально. Почему я задала такой вопрос? Просто мы сказали в начале программы о доверии, которая выросла. Но вместе с тем, как это доверие выросло, у другой половины людей это доверие упало после того, как они столкнулись с теми или иными организациями. Ну, не надо смотреть на то, что есть мошенники. Если человек хочет помочь, то надо помогать. Количество этих мошенников не такое большое. Все-таки больше тех, кто действительно работает и действительно помогает. А глядываться на таких людей не стоит. И не стоит, глядя на них, всех подоткнуть к ребенку, считать всех благотворительной организацией, всех благотворителей, мошенниками, что мы что-то хотим от этого, что мы что-то имеем. Да, существует, да, есть. Да, прежде чем, когда человеку говоришь, чем ты занимаешься, у многих, я не говорю, что у всех, но у многих вопрос, а что ты с этого имеешь. То есть все по-разному воспринимают, потому что люди все разные. Не надо на это обращать внимания. Обычно, когда мы общаемся с благотворителями, оставляют этот вопрос на конец передачи, но раз уж мы зашли на такую тему, на такую территорию, хочу задать вопрос вам. А почему вы занимаетесь благотворительностью? Сегодня в современном мире, когда все исчисляется, практически все исчисляется в денежном эквиваленте, почему благотворитель становится благотворителем? Не все исчисляется в денежном эквиваленте. Человек уходит, после него что остается? Память, дела его остаются. Никто ничего с собой не забирает. Все, что он нажил, все остается здесь. А почему для вас это так важно? Я не могу сказать, почему мы начали, когда спрашивают, как вы начали, что вы начали. Начали, подумали, посидели, начали, стало по чуть-чуть получаться. Работаем. Насколько я помню, это ваше, можно так сказать, даже семейное дело. Вот от родителей это когда-то в детстве шло? Или в целом жизнь вот немножечко так повернула в ту степь, что нужно помогать людям и без этого никуда не... Жизнь обычная, статистическая жизнь любого гражданина нашей республики. Сказать, что что-то особенное не скажешь. От родителей, опять же скажу, статистическое воспитание любой кавказской семьи. Ну, знаете, я хочу вам сказать, что не раз мы в нашей студии сходились во мнении, что все-таки традиционное кавказское воспитание очень отличается от просто среднестатистического, как вы сказали, воспитания. Это на самом деле так. Вы ответили на свой вопрос. Потому что, ну, так, наверное, воспитаны на Кавказе, что помогать надо. Это идет изначально. Это, ну, у нас очень много людей, которые помогают, они хотят, чтобы афишировались, что они помогают. Кстати, да. Они не хотят. Они говорят, делают, и говорят, я говорю, ну, давайте где-то что-то. Нет, не надо. Мы тихо поможем, и все на этом. Сейчас, чтобы так разбавить, да, нашу атмосферу, потому что мы затрагиваем сразу и какие-то острые темы, и говорим о чем-то более таком высоком и душевном, но без этого, наверное, разговора не будет полным. Сейчас давайте посмотрим небольшой сюжет о том, как начиналась вот ваша такая деятельность, как начинался первый марафон сострадания. И, возможно, уже через какое-то время нам будет с чем сравнить то, как пройдет второй марафон сострадания. Внимание на экран. Этот благотворительный концерт собрал множество людей, причем более половины из них дети. Но, пожалуй, главными зрителями этого вечера были воспитанники различных социальных учреждений республики, для которых, собственно, и готовился данный концерт. Цель этого марафона – это сбор пожертвований для больных детей, детей-сирот, детей из детских социальных учреждений на территории Карачаева-Черкесской республики. Принять участие в благотворительном концерте и тем самым внести свой вклад в оздоровление детей откликнулись многие, как республиканские ведомства, так и просто неравнодушные люди, что, несомненно, порадовало организаторов, которые этим концертом хотели подарить детям хорошее настроение, дать повод для улыбок, ну и, ко всему прочему, привлечь как можно больше земляков к совершению добрых поступков. Хотя бы просто позитив для этих детей из этих социальных учреждений, понимаете, вот лучик какой-то надежды, показать, доказать, что ведь на самом деле-то Кавказ, он чем славился, у нас ребята какие сердобольные, так ведь? И, ну, естественно, на помощь для детей мы очень рассчитываем. Будем стараться помогать им. Планы у нас не краткосрочные, у нас планы дерзкие, посмотрим, что у нас из этого выйдет. К руку помощи протянули и артисты Карачава Черкесии, которые своими номерами заставили детей улыбаться и радоваться. Мы несем вклад в культуру, в развитие, в добро, в позитив. И государственная филармония, и солисты всегда откликаются на эти добрые вещи. Помогаем, стараемся дарить радость, стараемся задуматься людей о чистоте, о добре, о душе. В целом концерт оправдал все надежды организаторов. Он прошел в доброй, веселой атмосфере, которая подарила детям хорошее настроение и заряд позитива, чего порой так не хватает этим ребятам. К слову, этот концерт дал старт целому благотворительному марафону «Сострадание», который продлится в нашей республике до 17 декабря. За это время его организаторы планируют провести ряд благотворительных акций по сбору помощи больным детям и воспитанникам детских социальных учреждений. А мы напоминаем, что сегодня в прямом эфире мы говорим о марафоне «Сострадание» в поддержку детских домов республики, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с тяжелыми заболеваниями. У нас в гостях Байкулов Хаджимурат, председатель Карачаево-Черкесской благотворительной организации «Жар птица» и руководитель государственного республиканского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства. Да, Савенко, Татьяна. Переходя, возвращаясь, точнее, к благотворительному фонду и к марафону, хочется узнать, почему «Жар птица»? Вот мы все говорим «Жар птица», «Жар птица», но всегда интересная история названий. Долго думали, есть же такое, что вот «Птица Феникс» сгорает, потом возрождается, но мы взяли более наша российская «Жар птица». «Жар птица» — это та же самая птица «Феникс», сгорая, возрождается из пепла. Да. Вот это вот интересная аналогия, потому что, на самом деле, благотворительность, она же в целом дает, ну, если не новую жизнь, то надежду точно. Вот, вот, вы правильно все говорите. А скажите, пожалуйста, Татьяна, вот дети, когда видят такую помощь, они, ну, мы понимаем, что там есть и совсем малыши, и уже те, кто постарше, как они воспринимают это? Понятное дело, что идет благодарность, и мы уже это упомянули, но именно восприятие вот этого всего, того, что происходит с ними, это воспринимается как какое-то чудо, или это уже стало немножечко так… то, чего дети ждут, то, что они точно знают, что это когда-нибудь придет. Просто как событие какое-то. Ну, знаете, наверное, все-таки чудо, потому что каждый раз какие-то новые истории, какие-то новые вещи, да, и каждый человек, когда ему что-то привозят, любой, не ребенок, он от этого ждет чудо. А представьте, как это ждут дети. То есть вот с каждой коробочкой им кажется, да, что там вот что-то необыкновенное. Даже пусть же та же книжка, да, но она необыкновенная, потому что ее привезли извне. А маленькие дети, допустим, ждут своего чуда. Взрослые дети ждут свою мечту, допустим, постарше дети. Им хотелось бы, конечно, каждому, чтобы было в коробочке желание. Ну, иногда желания сбываются, иногда мы даже и отдельно желания пишем, чтобы было. То есть они пишут как Деду Морозу желание. Да, да. А вот по всему вопрос. Скоро Новый год. Это время чудес для всех детей, для некоторых взрослых. Что планируется у вас на Новый год? Какие мероприятия? Ну, у нас будет обязательно в детском доме огонек наш. Мы будем ждать Деда Мороза, потому что письма мы уже ему пишем, начинаем. Некоторые дети уже даже написали. И, конечно же, чудо, все сбывающиеся мечты, конечно же, они с нетерпением ждут. А что просят дети? Очень интересно узнать, о чем сегодня мечтают подростки или малыши. Ну, просят в первую очередь гаджеты. Не будем скрывать. Все хотят крутые телефоны. Но потом, подумав, помечтав, у нас очень многие дети любят кататься на роликах, любят кататься на скейтборде. У нас не большая площадка, но есть, допустим, где это можно делать. Точно так же любят кататься и на санках, и на велосипедах, и на самокатах. То есть нормальные, здоровые дети, которым нужно, допустим, все, от качели до самоката. И вот они каждый себе придумывают, мечтают некоторые даже, вот из прошлого года я вспоминаю, светящиеся кроссовки. Да, вот где-то увидели, вот телевизор у нас, да, допустим, телевизор, тот же интернет, тот же. Вот он увидел светящиеся кроссовки, вот, и заказал Деду Морозу подарок на Новый год, светящиеся кроссовки. Дед Мороз исполнил? Конечно, да, мы все постарались. Есть сторонняя помощь, вот, допустим, детей, какой-нибудь кинотеатр или кафе, детей приглашает к себе, кормит их? Да, конечно, мы так тоже практикуем, и людям очень нравится. Такие люди сами предлагают свой помощь в ресторан, как бы. Да, да, предлагают повезти нас, мы очень любим ездить в пицце-хат. Мы даже, у нас был такой благотворительная идея, где дети сами делали пиццу, и потом, ну, с помощью, конечно, поваров, и потом же ей угощали поваров. Замечательно. Да, так что у нас много таких. Хаджи Мурат, а вы сами вот сталкиваетесь с какими-то пожеланиями детей, которые особо вас трогают? Вы понимаете, для нас детский дом, вот, для посторонних, которые там не работают, не живут, это учреждение, в первую очередь. Так же? Ну, конечно. Мы когда туда приходим, мы приходим в учреждение, а дети, которые там живут, это их дом. Вот, Татьяна Андреевна не даст соврать, я не хожу по комнатам, не смотрю, хотя она приглашала, пройдите, посмотрите. Потому что люди живут там, дети живут там. Я пришел, поговорил, ушел. Вы говорите, сталкивался, но я стараюсь меньше с детьми, не то что общаться, меньше лезть им в душу. Потому что я больше дел имею вот с руководством. То есть вы такой непосредственный... Именно деятель. Да, мостик между детьми и благотворителем. Дети, они и есть дети, обнадеживать их. Я зайду, мало ли кто что подумает, мало ли как воспримут меня. Но не хочется лишний раз на детей давить, не хочется их тревожить лишний раз. Потому что они в детском доме, у них свой мирок. Правильно же я говорю? Да. У них, я уверен, что в каждой комнате свой мирок, который не стоит трогать. Мы пришли, разворачили и ушли. А им с этим жить, ну зачем? Лучше пришел, что-то принес, что-то подарил и потихонечку ушел. А что с этим делать, они сами разберутся. Они лучше нас знают, они живут с этими детьми. У них нет ни выходных, ни праздников, они постоянно там. Они все живут этим. Знаете, вот мы когда говорим каждый раз о детях, оставшихся без попечения родителей, о детях-сиротах. У меня вот всегда возникает такой вопрос, насколько вот действительно эта грань между тем, что для вас это место работы, да, в каком-то, ну, в первоочереденном смысле, естественно, а для детей этот дом. Вот как эта грань стирается или наоборот присутствует в течение жизни, в течение времени? Наверное, вот если честно, да, никак. Потому что мы постоянно находимся там. Можно я скажу как сторонний? Все, да, да. Нет у них грани. Если есть грань, человек долго там не задерживается. Да. Вы, насколько я помню, 9 лет, да, руководитель, работаете? Ну, 13. Вот, 13 лет. Пятый год руководитель. Вот, пятый год руководитель. Пятый год руководитель. Если бы эта грань существовала, столько времени не задержалась бы на работе. Туда действительно прийти временно, работать нельзя. Это очень долгий разговор, и можно говорить об этом бесконечно. То есть люди, которые вот там работают, они действительно у меня с большим стажем. Все люди в детском доме находящиеся, воспитатели, повара, няни, у них большой стаж. То есть человек, если не получается, он не сможет там работать. Если не лежит к этому душа, если от сердца не идет. И еще одно. Дети выпустили из детского дома. Они же не исчезают у них. Они постоянно приезжают, гостят. Они, как обычно, ребенок приезжает в свой дом. Домой. Точно так же я постоянно слышу, что вот приехали, что вот гостили. Потому что дети возвращаются домой. Они приезжают домой и видят людей, которые их воспитали. Сколько на сегодняшний день у подопечных, не подопечных, извиняюсь, а воспитанников детского дома? На сегодняшний день 44. 44. А на сколько рассчитан? На 64. Ну то есть, если сейчас посчитать наших плюс выпускников, которые учатся в вузах и приезжают к нам, у нас полный комплект. То есть, дети, которые на сегодняшний день где-то учатся, они проезжают и продолжают жить? Да, конечно. Они на выходные могут к нам приехать, конечно. И остаться. И остаться, да. Как домой. Себе домой. Ну, на самом деле, тогда вот список и того, чего нужно, вот если постоянно мы возвращаемся, да, к каким-то потребностям, к тому, что нужно детям, он, ну, не имеет границ, потому что существуют и дети, которые выпустились, но которым еще продолжает что-то быть нужно просто-напросто. У любого ребенка, находящегося дома, живя дома с родителями, существуют границы потребностей? Ну нет. Они существуют. То же самое и там. Они ничем не отличаются от тех детишек. Они ничем не отличаются. Просто жизнь так сложилась, что они живут там. Ты уходишь на работу, твой ребенок постоянно просит, принеси то, то, то. Не просит, заказы делает. Сейчас, да. А потом предъявляет, где, почему, нет. Точно так же и те дети хотят этого. Потому что это дети. Не может же руководство их выстроить в шеренгу и сказать, так, у нас бюджет такой, вот это есть, этого нету и терпите. Ну да. К счастью, такого нету. Я сейчас представила, если бы так дома было, было бы совсем печально. И поэтому, и как раз таки именно поэтому, представив это, я поняла, насколько счастливы дети, у которых есть такие друзья. И такие, вот не хочется, знаете, называть вас там директор учреждения или там работник, соцработник. Не знаю, тетя, мама, старшая сестра. Вот мне кажется, что уже какие-то родственные связи там появляются, потому что наверняка здесь нету каких-то формальных записей в трудовой книжке. Каждая, это или тетя Маша, а не социальный работник, а повар, это не повар, а на самом деле тетя Марина. Наверняка уже своими именами называют уже дети, настолько природнились. Вот мне интересно, вы сказали, что есть выпускники, которые учатся сейчас в вузах. Вы отслеживаете, да, судьбу своих выпускников? Вот мне интересно просто, в каких вузах, например, вы точно знаете, что учатся? У нас многофункциональный колледж, колледж индустриальный. Наши детки учатся, да, в педучилище наши дети учатся, в медицинском колледже учатся. То есть все колледжи, которые находятся у нас. Абсолютно разносторонние. Конечно, да. А есть ли сегодня те ребята, которые получают высшее образование в других городах страны? Да, конечно. И Ставрополь, и Ростов, и у нас в КГЧТА наши ребята учатся, получают высшее образование. То есть у них есть выбор. Они в дальнейшем, получив профессию в колледже, могут поступить на высшее образование. Вот это всегда тоже, мне кажется, очень важный показатель, когда мы смотрим на то, сколько детей учатся, где они учатся. Потому что это показывает на то, что дети действительно не пропадут. Хотя бы потому, что у них будет среднее профессиональное образование или в каких-то случаях высшее. Но возвращаясь к марафону сострадания, и говоря о том, какие планы на этот год и этот марафон, хочется предложить вам посмотреть небольшой сюжет о том, как действовали в прошлом году. Уже не как проходило открытие, а именно конкретные действия. И продолжим обсуждение. Шестой Б-класс средней школы села Чапаевская объединяет не только учеба, но и желание оказывать помощь инвалидам, старикам, ветеранам, а также участвовать в различных благотворительных акциях. Узнав, что в их родной школе проводится марафон добра и милосердия, ребята, не раздумывая, решили поучаствовать и в нем. Мы поддерживаем эту идею и хотим быть в числе тех, кто думает и помогает нуждающимся в помощи. Мы хотим свое внимание сделать хорошее тем людям, которые в этом нуждаются. И пусть наша акция принесет радость и добро. Волонтеры несут добро и позитив в нашу жизнь. За этот год, что мы приобширились к волонтерскому движению, мы стали нужными и полезными людьми. И действуем под девизом «Кто, если не мы». Цель, которую поставили перед собой организаторы марафона – собрать продукты питания и теплую одежду для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Плюс пропаганда социальной ответственности и привлечение внимания общества к существующим в нем проблемам. Цель марафона – сбор пожертвований для больных детей, детей-сирот и детей из детских социальных учреждений. В наши акции входит все – сбор вещей, констоваров, книг и так далее. Детки, конечно, молодцы. Они не просто приняли активное участие, они душой болеют за деток, для которых сбор этих пожертвований. И просто приятно на все это, конечно, смотреть. А вот и результат акции. Несколько десятков коробок с продовольственными наборами, теплой одеждой и констоварами. Затем коробки погрузили в школьный автобус и отправили в офис благотворительной организации «Жар птица», где все вещи разберут по категориям, а затем отправят в детские дома и малоимущие семьи. Без исключения с первого по одиннадцатый класс все дети приняли в этом деле самое активное участие. Все, что делалось, делалось от души. И надеемся, что и впредь любые такие акции наш коллектив будет поддерживать. Ну а марафон «Сострадание» продолжается. Тем более, что акция, стартовавшая совсем недавно, уже обрела массовый характер. Принять участие в ней желает буквально каждая школа республики. А мы напоминаем, что сегодня в прямом эфире мы говорим о марафоне «Сострадание» в поддержку детских домов республики, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и с тяжелыми заболеваниями. У нас в гостях Байкулов Хаджи Мурат, председатель Карачаево-Черкесской благотворительной организации «Жар птица» и руководитель Государственного республиканского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства Савенко Татьяна. Вот сейчас во время сюжета мы как раз-таки начали разговор о том, что помочь действительно может каждый не только материально, не только какими-то предметами необходимости, но и просто своей поддержкой, своим советом. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Да, допустим, вот люди, которые приезжают к нам в гости, да, и они подружились как-то индивидуально с каким-то ребенком. Мы практикуем такое, что вы можете взять над ним шество, и не обязательно, допустим, там, если нет возможности, да, каждый раз дарить ему подарки. Просто разговор по телефону, приезд в гости к нему, да, поддержка. Ну, то есть, как любому ребенку, да, со стороны очень важна поддержка, поэтому вы можете, вы можете общаться с ним, разговаривать, давать советы взрослые, они тоже очень необходимы для детей. Так что, ну, тем более в подростковом возрасте. Да, тем более в подростковом возрасте. Иногда и нам нужна помощь со стороны. Это да, только хотела сказать, что кто бы надо мной сейчас шефство взял. Но когда есть действительно такой человек, это прекрасно. Хаджи Мурат, сейчас марафон вот-вот стартует. Скажите, пожалуйста, как вот поэтапно он будет проходить? И как может человек, который хочет помочь, связаться с вами, не знаю, оказать какую-то поддержку, просто принять участие вот во всех тех акциях, которыми будет наполнен марафон? Ну, все наши акции, все выложено на страницах, как я уже говорил. Поэтапно он уже идет, марафон уже идет. Просто официальное открытие будет в субботу, 23 числа, в филармонии концертом. А так, участвовать, пожалуйста, в любые акции. У нас 18 позиций, то есть разносторонние акции. Кто что может, кто как может. Можете зайти, любой человек может зайти в нашу страницу в Инстаграм, жарптица нижнее подчеркивание 09. Зайти, посмотреть, там указан телефон, этот телефон всегда на связи, узнать более подробно, что и как. А нужны ли рабочие руки во время вот этих вот акций, во время марафона? То есть, если это не какая-то материальная помощь, то какая-то там физическая помощь? Волонтеров, конечно, мы привлекаем. Вот на открытие у нас будут волонтеры-медики, как и в прошлом году. Когда у нас, как вы говорите, нужна физическая сила. Школы нам помогают, волонтеры нам помогают, институты все не откроют. То есть, есть волонтеры, которые сами звонят. Мы постоянно объявляем набор, у нас постоянно на страницах висит это объявление. Люди звонят, мы их записываем. Потом, когда нам, мы привлекаем. Без волонтеров сейчас тоже никуда. Ну, конечно, потому что если говорить о фондах, то зачастую это один-два человека, но невозможно охватить весь город. Молодежь сейчас очень активная. Кто бы что ни говорил про современную молодежь, она очень активная. И очень большое количество добровольцев, волонтеров. Это, опять-таки, вот сегодня прям очень многое меня радует, как я посмотрю, потому что все это говорит о том, что наша республика с каждым днем наполняется вот этими позитивными чувствами. Вот этим, насколько я помню, мы даже говорили об этом марафоне, как о добром марафоне. Потому что, действительно, это не показатель того, кто сколько может дать или, чем может помочь. Это просто показывает желание человека помочь. Потому что, если есть желание, горы свернуть запросто можно. Не то, что просто оказать какую-то посильную поддержку. Скажите, пожалуйста, вот под конец этой акции, этого марафона, есть ли какие-то наметки, к чему хотите прийти? Собрать побольше и раздать побольше. Самое главное. Лаконично, минималистично. Вот так вот. Будут ли какие-то встречи с сотрудниками детских домов еще в течение... Может быть, что-то будет меняться, то есть будет проходить такая вот работа? Конечно, будут встречи, мы будем концерты организовать. Вот уже 25 декабря детский сад Орленок, мы договорились, они будут показывать в доме престарелых концерт свой будут давать. То есть у нас все будет, и выставки уже звонят, говорят, куда работать, сдавать детские сады, школы участвуют. И концерты будут, и встречи будут, все будет. Вот три месяца это достаточно большой срок, но по окончанию марафона мы не остановимся, мы будем дальше. Все те же самые акции будут продолжаться. Спасибо вам большое, что сегодня вы пришли к нам в студию. Мы надеемся, что самое главное, чтобы ваша общая мечта в конце концов сбылась. Потому что мы сегодня поняли, что эта мечта существует, во-первых, и что она действительно осуществимая и очень светлая и добрая. Потому что мы не говорим сейчас о каких-то материальных даже еще, потому что спортивная площадка это в первую очередь не сама площадка, а то, что дети почувствуют, когда первый раз на нее залезут, когда смогут каждый день там прыгать, бегать и резвиться. Ну и транспорт для детского дома, конечно же, тоже достойная цель. Все сбудется, только нужно немножко времени и терпения. Все будет, мы уверены в этом. Мы тоже. По итогам этого разговора я тоже в этом уверена. Спасибо вам большое, что пришли и желаем осуществления всех мечт. Спасибо большое. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы также прощаемся. Увидимся, как всегда, завтра в 15.00 на телеканале Архиз 24. До свидания и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова